Фиме Морозовой «Я побывал во всех странах. Лучше нашей страны я не нашел, и лучше нашей веры я не видел. Наша вера выше всех. Это вера православная, истинная. Из всех известных веручений только она одна принесена на землю в очеловечившемся Сыном Божием. Прошу тебя, матушка Серафима, говорить всем, чтобы от нашей веры никто не отступал». Рассуждая о пророчествах, святитель Игнатий Брянчанинов говорит, «Бог изменял свои определения, объявленные и через святых пророков, как то пророчества Ионы о мнении Витянах, Ионы 3, 10 стих, или об Ахавве, 3 царств, 21-29 стих, Исаии о языкии, 4 царств, 20-е, с 1 по 11 стихи, «Кто предал себя и все воли Божией, тому ничего не нужно знать вперед, станет подвязаться в молитве Иисусовой, восходя от частого призывания имени Сына Божия к молитве непрестанной». По слову святых отцов, это делание не только ограждает человека от всех искушений мира, плоти и дьявола, но и может соделать подвязающегося живым храмом Божиим, где безмолвно воспевается Бог. «В этой молитве вся суть православия, все Евангелие, ею мы спрашиваем у Господа помощи на приобретение свойств нового человека», говорил батюшка. Многим духовным чадам вырецкий старец советовал как можно чаще читать молитву святого Ефрема Сирина «Господи и владыка живота моего». Соединивший дыхание свое со сладчайшим именем Иисусовым, отец Серафим видел в умной молитве бесценные средства для стяжания душевного мира и спасения. Такой подвижник еще при земной жизни посредством непостижимой силы Божией приобретает качества, необходимые для жизни будущей. Отец Серафим обладал несомненным пророческим даром. Об этом красноречиво говорят многие живые свидетельства, некоторые из пророчеств великого старца уже исполнились. В самые тяжелые времена удобно будет спасаться тот, кто в меру сил своих станет подвизаться в молитве Иисусовой, восходя от частого призывания имени Сына Божия к молитве непрестанной. «Если бы люди всего-всего мира, все до единого человека, вновь как бы нараспев, повторил старец эти слова несколько раз, в одно и то же время встали бы на колени и помолились Богу хотя бы только пять минут о продлении жизни, дабы даровал всем Господь время на покаяние». Вечная сила и красота православия заключается в чудном единстве небесного и земного. В России небо было неотделимо от земли. Человек Руси святой всегда знал, в чем состоит вечный смысл жизни, и главной целью было для него стяжание небесных благ. Отец Серафим прошел свой земной путь, твердо зная, что вне православия нет спасения, нет воскресения и бессмертия. Только Бога никогда не забывайте, храните святые истины, православные веры, всем сердцем возлюбите Господа нашего Иисуса Христа. Часто слышали ближние эти слова из уст блаженного старца. Вырецкий старец не раз говорил, что Россия обладает бесценным сокровищем. Она является хранительницей святой православной веры. Истинное просвещение есть просвещение души светом православия. Блаженная Русь, принявшая во младенчестве своем юродство Креста, сохранившая в глубинах своей необъятной души образ Христа распятого и несущей его в сердце своем есть истинный свет миру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok